Северный Кавказ Угнали автомобиль, похититель задержан Площадка для расширения знаний и возможность перенять навыки успешных экспертов Форум «Карьера» собрал в Тиберде молодых людей Здравствуйте, в эфире телеканала «Россия-24» Карачаева, Черкесия На Северном Кавказе разгораются стихийные митинги в связи с обострением ближневосточного конфликта В связи со сложившейся ситуацией к жителям обратился полпредпрезидента России ВСКФО Юрий Чайко Он отметил, что Россия и все ее регионы всегда были сильны своим единством Это доказала история нашей страны, множество подтверждений мы получили и в последние годы Но нетруги нашего государства не оставляют своих попыток внести разлад в одну из основ его благополучия, мир и стабильность на Северном Кавказе Разумеется, они обречены на провал благодаря здравомыслию и чувству братской сплощенности всех народов Вне зависимости от национальности и вероисповедания населяющих наш макрорегион Хочу обратиться ко всем, кто не может оставаться равнодушным к трагическим событиям, развернувшимся на Ближнем Востоке Не поддаваться на откровенные провокации зарубежных спецслужб, пытающихся любыми способами дестабилизировать обстановку в стране Внести раскол в наше общество, посеять сомнения и агрессию в мы и сердца людей Помните, те, кто наводит беспорядок у себя дома, не оказывают помощь нуждающимся, а льют воду на мельницу врага Только в единении и согласии наша сила была, так было и будет всегда, сказал Юрий Чайко Организаторов и участников беспорядков ждет неминуемое уголовное наказание Своё мнение по этому поводу высказали и представители духовенства, педагоги, спортсмены Бесмена и рахманы и рахмин Уважаемые жители Карачаева, Черкесии Ни в коем случае нельзя допускать раскола среди общества нашей мирной республики Нельзя допускать межнациональные и межконфессиональные конфликты Потому что мы с покой веков живем вместе в братстве и единстве И ни в коем случае нельзя допускать то, чтобы у нас началась смута на почве нетерпимости Как религиозной, так и национальной Прошу вас быть очень бдительными и мудро и ответственно подойти к этому вопросу Благодарю вас за внимание, мера, счастья и благополучия вам и вашим семьям К сожалению, сейчас мы с вами сталкиваемся с провокационными действиями деструктирующих сил Которые в сугубо личных целях пытаются призвать народы Северного Кавказа И народы нашей республики к неправомерным действиям Мы с вами должны благоразумны и не поддаваться на провокации В свою очередь я хочу, чтобы это все поскорее прекратилось И каждый из нас оставался человеком и жил, не зная слова война Нам не нужны распри или какие-то межконфессиональные, межнациональные розни Мы живем и работаем в нашей республике И верим в то, что наши дети будут жить и сохранять единство народов Проживающих на территории нашей прекрасной Карачаева-Черкесии Дорогие друзья, я считаю любые попытки разжигания межнациональной розни в нашей республике недопустимы Россия многонациональная страна И многие могут воспользоваться конфликтом Израиля и Палестины в своих целях И спровоцировать беспорядки в наших городах Необдуманные гражданские противостояния Им нет дела до интересов и жизни мусульман Их задача спровоцировать хаос и беспорядки в нашей стране любыми способами Давайте не будем поддаваться Пауле Ирсакон прошло торжественное мероприятие в честь открытия мемориальной доски Заслуженному врачу Российской Федерации Лидии Хаджимусовой Собрались члены правительства, общественных организаций республики А также родные и близкие доктора На мероприятие побывала наша съемочная группа Подробностью Альбина Курочинова-Кеншевой О профессиональных и душевных качествах Лидии Хаджимусовой Можно говорить бесконечно На памятном митинге собрались все Кто когда-то был тесно связан с доктором от Бога В Ирсаконе Лидия Михайловна проработала свыше 50 лет в участковой больнице Сначала была врачом-гинекологом Затем 34 года возглавляла это медицинское учреждение Последние годы своей жизни трудилась врачом-терапевтом За эти пять десятков лет она внесла теплоту, уют, сплотила коллектив А еще Лидия Михайловна постоянно обучалась Принимала участие в различных конференциях и семинарах Более полувека она отдала служению Именно не работе, а служению здравоохранения Да я думаю не сотни, тысячи жизней Которые она спасла Которым подарила здоровье Прошли через ее руки Доктор от Бога Поэтому вот все, что она делала Она делала от души И поэтому у нее все хорошо получалось Вот это что касается ее профессиональной качества Но мне повезло в жизни, потому что в 98 году мы с ними породнились Вот один из сыновей Лидии Михайловны Руслан стал нашим зятем Моя любимая дочь Мадина вышла за него замуж И с тех пор еще ближе познакомились, еще роднее стали Лидия Михайловна вместе со своим супругом Умаром Хаджимусовым воспитали четверых детей Сыновья Аслан, Руслан и Марат работают в силовых структурах Дочь Тамара пошла по стопам матери, стала врачом и признается, что не видела для себя другого пути Тамара Умаровна трудится заведующей отделением офтальмологии Карачаева-Черкесской республиканской клинической больницы Видя, как мама работает, как пациенты к ней относятся, с каким настроем они покидают больницу Уже выздоровеющие, с приподнятым настроением от лечения мамы Право открыть мемориальную доску Лидии Хаджимусовой было предоставлено заместителю председателя правительства Джанибеку Суюнову и дочери Тамаре Хаджимусовой Затем присутствующие возложили цветы к мемориальной доске памяти Лидии Михайловны Хаджимусовой Альбина Кручинова-Кенжева, Белла Мамхягова, Олег Молхожев, Вести, Карачаева, Черкесия До 6 октября в отдел МВД России по Черкесску обратился 68-летний житель города Мужчина сообщил, что неизвестное лицо на территории православного кладбища совершило кражу его куртки с телефоном, документами и ключами от автомобиля А затем угнал автомашину Лада Гранта, припаркованную неподалеку В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отделов МВД России по Черкесску и по Прикубанскому району Обнаружили угнанную автомашину за село Миличевское в пойме Большого Ставропольского канала Мужчина, находившийся за рулем, бросив автомашину, попытался скрыться от оперативников, но был задержан Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний житель Черкеска К тому же задержанный находился в федеральном розыске Его обвиняют в совершении поджогов 10 автомашин жителей Черкеска и кражи На время следствия решением суда он был помещен под домашний арест Однако нарушил условия меры пресечения и скрылся Доставленный в ОМВД по Черкесску подозреваемый отказался давать показания Он помещен в изолятор временного содержания Другим темам в Циберде прошел молодежный форум «Карьера», где собрались 70 представителей амбициозной, целеустремленной молодежи Карачева Черкесии Форум был организован Министерством по делам молодежи Республики и автономной некоммерческой организацией «Моя карьера» Подробнее Алихан Лепшоков Отличная площадка для расширения своих знаний и навыков в сфере карьерного развития И возможность перенять опыт успешных экспертов В течение нескольких дней участники учились выстраивать эффективную коммуникацию Как пробуждать в себе качество лидера и составлять правильное резюме для потенциального работодателя Этот форум позволил молодежи Республики познать свои возможности в той или иной профессиональной деятельности, отмечают организаторы Данный форум направлен на то, чтобы помочь их сориентировать в жизни Вот вчера, когда эксперты с ними работали, они, например, прорабатывали и психологические тесты При этом они работали по нескольким направлениям и помогали выявить вообще, какие есть у человека предрасположенности К чему человек больше способен Они написали, например, резюме каждого из них То есть у них на выходе есть уже упакованные кейсы и резюме В заключительный день для ребят был организован тренинг, который вел заместитель министра по делам молодежи Карачаева Черкесии Расул Найманов Он подчеркнул, что участники форума получили много полезной информации А главное, каждый из них будет понимать, в какой сфере он может построить свою карьеру Это событие было одним из очерченных ими То есть там речь была не только о том, что им нужно что-то про карьеру, но и про то, что конкретно хотелось бы, чтобы там было Например, говорилось о том, что есть страх, как перейти через свою неуверенность с тем, чтобы найти работу мечты и тому подобное Или, например, о том, что не совсем понятно, как правильно написать резюме Или как правильно пройти собеседование Именно поэтому все эти вещи мы инкорпорировали в программу проведения этого форума Завершающей программой форума стала карьерная ярмарка, где потенциальные работодатели, а именно различные компании в открытом диалоге Они пообщались с молодыми людьми и рассказали, какие вакансии их могут заинтересовать Нам важно, чтобы молодежь понимала, как устроена структура работы наших организаций И как они могут себя зарекомендовать, отмечали представители различных предприятий В этом формате мне понравилось, что формат построен на открытом диалоге Ребята задавали достаточно интересные вопросы Я думаю, после мероприятия мы еще останемся, обменяемся контактами И ребята будут иметь прямой доступ Возможно, кто-то захочет пройти практику в Сбербанке И дальше уже потенциально работать с нами Возможно, кто-то может сразу устроиться к нам на работу Мы получили огромную пользу от этого форума Что в дальнейшем нам позволит правильно выстроить свой карьерный потенциал Уверяют участники форума «Карьера» Из этого форума я получил огромное количество навыков В первую очередь меня научили правильно писать резюме Во вторую очередь мне дали понять, насколько важна команда при написании не только проекта Но и в работе, в карьере и в карьерном росте Также мне очень понравились лекции, которые рассказывали о отношениях между работниками и работодателями Я из них, правда, очень многое для себя подчеркнул В завершении самые активные участники карьерной ярмарки получили полезную литературу от представителей Сбербанка Профилактика дорожных происшествий – одно из приоритетных направлений в работе сотрудников региональной автоинспекции Ежедневно десятки нарядов дежурят на аварийно-опасных участках трасс И, как показывает практика, такая частота рейдовых мероприятий порой дает хорошие результаты Специальный репортаж Артура МХЦ смотрите далее, а наш выпуск завершен Субтитры создавал DimaTorzok